Хохотушки-веселушки! Коворушки-непослушки! За животики-держалки! Обсуставки-игралки! С нами праздник каждый день! Передача День Пельмень! Всем привет! Вы смотрите программу День Пельмень, а это значит, что мы начинаем отмечать главный праздник сегодняшнего дня – День колготок! Да, мы сами придумали этот праздник для того, чтобы не скучать. Поэтому доставайтесь из шкафа свои колготки, и мы начинаем! Ребята, вот скажите мне, колготки – это удобная одежда или не очень? Удобная. Вот мальчики некоторые боятся носить колготки, ты не боишься? Я нет. Значит, ты смелый мальчик. Да. Я думаю, что эта одежда удобная, в ней удобно играть, в том, что и тепло, и практично. Ты, например, если ты там играешь роль зайца, ты можешь встать на голову, и ноги у тебя будут как уши в колготках. Я играю в садике в колготках, занимаюсь в колготках и делаю физкультуру в колготках. И удобно, да? Да. Ничего не мешается? Ничего не мешается. Давай. Я думаю, что колготки – это удобная вещь. У меня почти весь шкаф в колготках. Ребята, а вот какие колготки лучше? В полосочку или в горошек? Лучше колготки вообще не бывает. Только одни. Это с корабликами. С корабликами? Ты любишь кораблики? Ага. А я думаю, что лучшие колготки с павлином. Да? Потому что павлин раскрывает красивый хвост, и у него там блестки кажутся. Ты любишь колготки с блестками? На кого ты будешь похож, если ты наденешь колготки на руки? Я на зомби. На зомби? Да. Я тебе это сказать. А как ты думаешь, человек может полностью быть в колготках? Нет. Смотри, одни, например, на руки, другие на голову, на ноги. Да, да, да. Ты бы хотел так ходить? Это было бы странно. Да. Странный человек ходит в колготках. Я думаю, что зайцы используют колготки для того, чтобы укорачивать уши. Если у них уши очень длинные, они одевают колготки на уши, и их вниз тянут, и они уменьшаются. Ну вот многие говорили, что можно надеть колготки на голову и представить себя зайчиками. Давайте проверим. Смотрю, какие длинные. Давайте померим, у кого самые длинные уши. Давайте. Так, у тебя вот такие. Давай, поднимай свои колготки. Вот такие. Ну, чуть поменьше. Давай дальше. Поднимай. Угу. У тебя совсем маленькие. И у нас есть три победителя. Это Маша, Влад и... Аня. И Аня. Итак, колготки могут превратиться в карнавальный костюм. А для чего еще они могут пригодиться? Можно надеть колготки на руки и играть в пришельцев. Еще они могут пригодиться для того, чтобы гравить магазин. И все. Можно мыть полы колготками. Вытирать пыль. Колготками? Да. Вот так вот ты стоишь, да? И вот так вот вытирать пыль сразу, да? Чтобы за тряпкой далеко не ходить. Угу. И намочить еще колготки. Тянь, 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 тянь. Давай. Если девочкам еще в школу лень заплетать косички, то можно колготки надеть коричневые, здесь резинки сделать, и будут, типа, косички. А еще можно устроить конкурс перетягивания колготок. Итак, делимся на две команды. Кто перетянет соперников на свою сторону, тот и победил. На старт. Внимание. Марш! Итак, эксперимент провалился. Это плохая игра в день колготок. Ребята, чьи это были колготки? Мои. Ну, теперь это стали чулки. Их уже не натянешь. Ты сильно расстроилась? Да нет, они у меня были уже маленькие. Ну, тогда все хорошо. О, нитя. Вот такой необычный праздник получился у нас сегодня. Смотрите нашу программу завтра, ведь завтра будет новый день и новый праздник. Пока-пока! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok